Привет, Рита! Ну, поздравляю с выходом нового трека «Бэнг-бэнг» совместно с Иманбеком, диджеем из Казахстана. Да, мы любим Иманбека. Трек вышел сегодня, и я счастлива, что мир может это услышать прямо сейчас. Потому что, мне кажется, мы очень долго работали над этой песней, поэтому здорово, что наконец-то мы её выпустили. А для этой работы вам пришлось встретиться или всё сделали по интернету? Нет, мы всё делали по интернету, с помощью технологий. Мы полагались только на интернет, так как Иманбек находится в Казахстане, а я в Лондоне, поэтому всё, что у нас было, это интернет. Да, это было невероятно, потому что мы располагали временем, чтобы изучить музыку и создавать её, а потом смотреть, что работает, а что нет. А сам Иманбек просто невероятный. То есть над этой песней вы уже работаете давно? А как долго? Несколько месяцев. Около девяти или десяти месяцев. Вау! Ну да, потому что в интернете процесс чуть затягивается, ты отправляешь файл, принимаешь. Это совсем другое, чем быть в одной комнате. Но, надеюсь, скоро мы сможем оказаться в одном помещении с Иманбеком. А какое впечатление о нём у тебя сложилось? Я думаю, он очень талантлив. Это очень круто видеть такого молодого человека, который делает сумасшедшие вещи. И когда вышла песня Роуза, все были в шоке, что это такое? И люди сразу о нём заговорили. Мне нравится его звук, уникальный звук. Мне захотелось сразу использовать это и сделать коллаборацию. И мы на самом деле не знали, что из этого получится. Но у нас была возможность сделать больше одной песни, и это самое крутое. Потому что это просто два музыканта, которым нравится работа друг друга, и они решают поэкспериментировать. Я обожаю, когда музыка создается именно так. У вас с ним есть и другие песни? Я правильно понимаю? Да? Да, конечно. В нашем EP четыре песни, но мы сделали больше песен. Но решили выпустить только самые сильные. Ну, они все были сильные, но мы хотели бомбануть такими хитами, как «Бэнк». Поэтому песня называется «Бэнк». Мы хотели именно разорвать и бомбануть. Да, вот это я понимаю. А чья была идея за коллабица? Твоя или его? На самом деле, я не помню. Я думаю, наверное, мы предложили коллабу, но Иманбек сам очень ждал такой возможности. Я думаю, что это я спросила Иманбека и его команду. «Ребят, хотите замутить совместку?» И они ответили «Конечно». И теперь это превратилось во что-то новое, большое. Это какой-то особенный мир музыки. Это даже какое-то новое хобби. Невероятно здорово. Песня действительно крутая. В этой песне вы использовали мелодию из фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз». По-моему, трек называется «Аксел Эфф» композитора Харолда Фалтермайера. Эта мелодия мне очень нравится. Я даже научился ее играть на пианино. Правда? Эту мелодию выбрала ты или это была идея Иманбека? Я думаю, это была наша общая идея. Я помню, я получила демку и такая... Секундочку, я знаю эту мелодию. Да, мы все ее знаем, да. И я подумала, вау, если я мыслю так же, значит и все остальные будут мыслить так же. И на самом деле это было гениально. Это такая известная мелодия, почему никто другой раньше ее не использовал. И мы превратили ее в песню про любовь, что мне кажется было круто вдвойне. И теперь у нас очень классная мелодия, и в припеве, и главный бит цепляет звуком, который все знают. И когда я это слушала, то вспоминала, как была ребенком. Может быть, остальные почувствуют то же самое. Я очень счастлива, что мы создали эту песню. Трек, правда, бенгер. Он крутой. Ты занимаешься музыкой достаточно давно. У тебя много номинаций, много наград. А Иманбек, с другой стороны, в этой музыкальной индустрии всего полтора года. Прикинь, перед этим он вообще работал на железнодорожной станции. Это сумасшествие. А теперь он номинирован на Грэмми. Возникает вопрос, как в музыкальной тусовке относятся к таким новичкам? Их больше любят или хейтят? Мы обожаем их. Если кто-то ненавидит таких новичков, то у них явные проблемы. Понимаешь, о чем я? Почему ты ненавидишь его или ее? Ведь они делают свое дело хорошо. В чем смысл ненависти? Я люблю работать с новичками, с людьми со свежим взглядом. Такие новички показывают не только свой энтузиазм, но и храбрость. И сейчас совсем другое время. Музыка меняется постоянно. И тебе нужно постоянно работать и трудиться. А Иман Бек — именно такой пример. Я сама пришла из низов. А сделать что-то такое, как Иман Бек, а потом получить номинацию на Грэмми — это очень вдохновляющий пример для всех детей по всему миру. Ты просто должен упорно работать и верить в то, что ты делаешь. Для меня важно не то, сколько пришло к тебе успеха, а как долго ты работаешь в музыкальной индустрии. И если я думаю, что ты улетный, то я захочу с тобой поработать. И мне будет не важно, что конкретно ты сделал или сколько наград получил. Ты просто должен любить то, что делают люди. И твой ответ тронул до глубины души. Да. А ты помнишь свою реакцию, когда впервые услышала собственную песню со стороны? Ты стеснялась? Может, было в ужасе? Я смущалась, да. Поначалу я смущалась. Потому что поначалу я не верила в «Вау, это же я». Когда люди играли мои песни на вечеринках, я всегда закрываюсь рукой. Потому что все такие «Давай, давай!» А я не буду выступать прямо сейчас. Я не собираюсь подниматься на сцену и начать свое выступление. Но я точно буду танцевать. Я люблю свои песни, но я все равно до сих пор смущаюсь. Да? До сих пор? Ты так и не привыкла? Ну да, даже сейчас, когда я ставлю свои новые треки, я всегда нервничаю и переживаю. Потому что это как мои дети. Потому что артист вкладывает всего себя в музыку, а потом ты должен выпустить это в мир. А потом у тебя раз, и перехватывает дыхание. Но потом ты должен просто отпустить. А, кстати, с Имамбеком такая же история. Он признался в интервью, что стесняется слушать собственные треки на лудях. Ну что же, прямо сейчас, впервые на Раджи Энерджи, мы готовы послушать вашу с Имамбеком новую песню. Объяви ее сама прямо сейчас. Да, я Рита Ора. И прямо сейчас на Раджи Энерджи вы услышите мою с Имамбеком песню «Бэнк-бэнк». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова